Официальные партнеры программы «Вкусно». Сеть магазинов «Абсолют», компания «ЛР», кафе «Кофетун». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, все продукты мы набрали, а теперь направляемся на кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в моей студии. Уважаемые телезрители, у меня в гостях Надежда Будаева, представительница северных народов. Но сегодня мы будем готовить эвенкийскую кухню. Правильно, Надежда? Правильно. Расскажите, что будем готовить. Сегодня будем готовить строганину из байкальского сига, уху по-тунгусски, и будем пить травяной чай. Ну, уважаемые телезрители, готовьте бумажки, ручки, чтобы потом не говорили, не успели за рецептом. Ну, я знаю, что у нас есть сиг, мы уже заранее его обработали. То есть, уважаемые телезрители, мы просто сняли кожу рыбы. Буквально рыба, она целиком у нас. То есть, сейчас мы будем немножко ожидать, чуть-чуть комнатная температура как схватится, мы можем его строгать. Да. Хорошо? Да. Так, Надежда, расскажите, пожалуйста, дальше, что мы можем сделать, потому что строганина, я знаю, что буквально, как только температура подходит уже... Комнатной температуре, это когда немножко, немножко мягонько. Но я предлагаю так, рыбку мы оставим, значит, пусть она доходит до комнатной температуры, да, чтобы мы могли его строгать. И включим плиту, да. Я не забыл, что вы обещали травяной чай. Давайте заварим травяной чай. Хорошо. И на этой ноте мы начинаем, да, что нам нужно сделать с травяной чай. Вы привезли, принесли с собой чай? Да, у меня есть волшебный сундучок здесь. Ой-ой-ой, давайте. Это уже у меня. Давайте, давайте. Ну, эта сторона все ваша, то, что... Честное слово, я не знал, что вы там прятали. Это чайничек. Это чайничек. Так, это, значит, мы сюда ставим. А это чаи, да? Сейчас я хочу включить, сейчас, значит, мы включим. Ну, все, у нас будет работать, значит, плита, кипяченая вода, буквально несколько минут, и будет готово. Давайте посмотрим ваши замечательные мешочки. Посмотрите, какие красивые мешочки. В этих мешочках хранятся травяные, ну, даже сказать, чаи, это трава, это трава хвоя можжевельника. Это хвоя можжевельника. Да, это хвоя можжевельника. И во втором мешочке у нас хранится чебрец. Чебрец, чебрец, ползучий чебрец. Чебрец. А мы ночью можем спать после чебреца-то? Ну, чебрец нужно пить утром. Оно является энергетиком очень хорошим, и поэтому его нужно, ну, рекомендуется пить утром. И вот можжевельник, он очень хороший, как антисептик, идет хорошее отхаркивающее средство, и пьется для того, чтобы поднять свою иммунную систему. И мы сделаем очень хорошую комбинацию из можжевельника и чебреца. Вы знаете, я вот чувствую, что вы наверняка все предпочитаете, все натуральное, потому что вы же из тех народов, которые вот эвенки, они всю жизнь, они питались вот все свежее, да, то, что они поймали своими руками. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще зимуете вот дома? У вас какие продукты, допустим, на заготовку зиму заготавливаете? Ну, вот понятно, что вот такие травяные чаи у вас есть. Это есть, это мы сами уже... Давайте оставим здесь еще раз, как... Мы это все сами собираем, все сушим и храним это все в таких мешочках, это все на зиму, как заготавливают бусничку, да, тоже так же и кедровые орешки, тоже так же, как и дикий лук, который у нас будет использоваться в ухе потом. Кстати, очень-очень нужно обратить на это внимание, что это не дикий чеснок или чаймша, а это дикий лук. Вы его собрали сами? Да, это я сама собирала, это дикий полевой лук, это все крошится, это очень... Это на полях растет такое? Да, нужно вовремя просто ее собрать, вовремя вырвать, да, потому что она, когда уже настоится в полях уже перед цветением, она становится очень жесткой, и поэтому нужно вовремя ее собрать. В общем, пока она молодая, его нужно собрать, я так понял. Ну, давайте, Надежда, вот это, наверное, сюда надо погружать, да? Да, это нужно хвою... А давайте сюда сразу. Нет, ну, давайте так, так лучше, так привычнее. Хорошо. Ну, сразу уже видно, что мы делаем, это вот буквально мы... А знаете, Надежда, я могу предложить вам такую прозрачную чашку, да, и в этой чашке вам удобно будет его... Хороший. ...крашить, да, мы можем... Давайте возьмем. Мы же будем смешать, правильно? Да-да-да, будем перемешивать все. Так, все сюда. Сюда. Да, вот. А мы это тоже измельчаем, или можно не измельчать? Да, это можно не измельчать, потому что чебурец ползучий. Это, кстати, тот же тимьян, да? Тимьян. Вот, кстати, у меня есть, смотрите, тимьян свежий, вот. Да. Конечно. У меня сушеный. Да, а может свежий положить? Ну, я не знаю, мне больше нравится сушеный. Давайте две штучки. Ну, давайте. Я сразу вот сюда положу, потому что у меня тоже есть такой рецепт волшебный чай. Давайте, Надежда, своими руками сделайте, потому что вы больше себя доверяете. Это ваш фирменный чай. Не буду даже мешать. Надежда, я так думаю, что без кипятка мы все равно не сделаем этот чай. Хорошо. У нас заготовка чая уже тоже готова. Давайте мы приступим к кухе. Вот что мы должны делать, вот какие ингредиенты мы вообще будем ложить? Мы должны приготовить клецки. Клецки? Да. У нас есть, значит, это на желтках будем делать, да? Клецки на желтках, белок нужно сюда. Хорошо, давайте я вот... Так вот, получается. Вот так вот, подождите. Отойдите. Я очень трудно делаю вот это дело. А можно я? Попробуйте, хорошо. Я вам доверяю. Да, вы мне скажите, я сделаю. Я даже могу его не так разбить, но если равно это... Как-то... Вы так готовились, кажется? Это было... Вот так было это. А белок? Белок пока остается так. Нам нужно взбить белок. Давайте вы будете взбивать белок, а я буду готовить быстренько клецки. А вам белок взбивать до какой консистенции? Чтобы это было бизельное? Нет, нет, не бизельное. Чуть-чуть пеночка, чтобы была маленькая пеночка. Хорошо. Так, ну я возьму венчик и начинаю взбивать, да? Да. А вот смотрите, белок когда взбивает, добавляет соль, а вы как? Нет, нет, мне надо. Соль нужна вот сюда. Сюда нужна? Да, да, да. Хорошо. Так, солим? Солим немножко. Хватит. А не бойтесь, она в супе еще все равно будет несоленой, как вы думаете? Так, а я просто взбиваю, да? Надежда, как часто вы готовите это блюдо дома? И как часто вообще вы делаете ваши фирменные блюда? Наверняка это не ваше фирменное блюдо, но есть еще какая-то фишка, наверное, семейная, да, традиционная. Это фирменное блюдо моей мамы. Ага. Она меня научила готовить эту уху, я ее очень люблю, она очень проста в приготовлении и низкокалорийно. Вот. Это для женщин. На сегодняшний день вообще низкокалорийная еда, питание очень актуально, и все стараются кушать правильно. И заметьте, что, слава богу, у нас в России как бы еще сохраняется вот эта чистота вот продукта, да, поэтому на сегодняшний день это очень актуально об этом говорить. Поэтому нам надо жить в лесу, собирать бруснику, есть кедровые орешки, собирать дикий лук, ловить рыбу и жить и не горевать. Я бы с удовольствием жил бы в лесу, собрал бы все то, что вы говорили, да. Да. Но, понимаете, на сегодняшней вот современной жизни, я думаю, что очень тяжело уйти в лес после того, что ты уже здесь видишь. Хотя, когда ты пойдешь в лес, забудешь об этом, то, что ты видел, да, станет легче и никому ничего не должен, да, никаких телефонных звонков. В принципе, как и жили раньше наши предки, да, вот. Все, хватит. Хватит? Хватит. Вот. Я ждал того момента, когда вы скажете, что достаточная консистенция подходит. Абсолют в центре города по улице Профсоюзная, 44, приглашает всех за покупками. Цыпленок-бройлер всего 99 рублей за килограмм. Свежий фарш 255 рублей. Охлажденное мясо 199 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Цены действительны до 31 января. Мы проехали миллионы километров. Познакомились с миллионами людей. Создали миллионы нот. Передали энергию миллионам людей. Делились радостью миллионы раз. Написали миллионы историй успеха. Получили миллионы благодарностей и завоевали миллионы сердец. К нам ведут миллионы дорог. И мы всегда рады вам. Посетите нас. Элар Хэлфон Бьюти. Мал Квалити. Фуэллайф. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющие пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Теперь мы ставим доску. Пока чай наш, значит, заваривается, берем нашу волшебную рыбку. Мне нужен очень острый нож. Мои ножи все острые. Салфетка. Так что салфетка бумажная? Да. Пожалуйста, перед вами много салфеток. И, конечно, рыбку нужно схватить салфеткой, чтобы не скользнуло. И под рыбкой тоже не поранится. Хвостик держим вот так. Какой вам нравится нож? Сейчас попробуем. По длине или по ширине? Строганина идет сверху. Да, вы говорите и делайте. А я сейчас вам приготовлю сервировочную тарелку. Мне кажется, это мужская работа. Может, я... Да, это мужская работа. Так что... Давайте. Давайте, я помогу. Вы меня уварили. Я так и знал, что вы согласитесь. Давайте. Это очень тяжело. Ну, тогда меняемся местами. Вы с этой стороны. Давайте. Я думаю, что вот эти вкусные штучки вы давайте декорируйте. Строганина делается обычно зимой. Да? Ни для кого не секрет этого, когда на улице очень холодно. И она сразу же выносится на улицу. Лед не кладут. Она естественным образом уже замерзает. А когда мы не на улице? Когда не на улице... Современный холодильник, морозильная камера. Хорошо. А вы знаете, что строганина, да, когда режется вверх мастерства, считается, когда строганина идет стружечкой. Стружком, да? Да. Это очень тонкая работа. Очень нежная радость. В северных субъектах, да, Российской Федерации проводятся очень большие межрегиональные конкурсы. Соревнования. Среди соревнований. Среди... Кто умеет правильно строгать. Да, мастеров строгать. Да, правильно строгать. Это очень красивый форекс. Я думаю, что здесь мы ни перед кем не конкурсируемся, потому что... Потому что наши хозяйки дома должны все-таки разобраться с этой сегом или омулем. А скажите, пожалуйста, обязательно сег должен быть? Как вы думаете? Я... Я знаю ответ. Я знаю ответ. Ну, сег считается белой рыбой. Это ценные породы, да, рыб. И вообще вот делают из... Больше предпочитает из белой рыбы. А вам не кажется, что... Муксун. Еще, еще, еще и быстро все отправить, да? Да, да, да. Муксун и... Муксун, кстати, очень вкусная рыба. Очень вкусная. Очень модная сейчас в тренде. Ну, нет, она уже не модная, потому что сейчас идет запрет на вылов муксуна, к сожалению. Но, ну, не знаю, вы где там это услышали. Это я мало-ненецкий, я оттуда приехала. Вот, кстати, расскажите, мало-ненецкий, что еще запрещает? Вот, допустим, Муксуна запретили, еще что? Ну, пока Муксуна запретили, но там очень большая... Смотрите, со мной никто не может соревноваться при нарезке, смотрите. Хвалите меня, хвалите. Вы... Это шутка, конечно, уважаемые телезрители. Но самое главное, что, да, то, что нужно тонко, знаете, вот... Ну, наверное... Ну, что прямо у вас совсем тонко? Хватит, наверное, да? Хватит. Оставляем на уху, да? Да, да, да. Да, потому что тут уже видно. И первое муфтовое, и второе пиво. А давайте мы сразу украсим быстренько, да? Ох, украшаем, украшаем сейчас. Давайте меняемся с нами. Листинка меняемся с нами. Так, прошла ювелирная работа. И сейчас мы буквально... Давайте это тоже мы заберем, это жалко, очень жалко. Я же крошил его. Хорошо. О, как красиво. Маленькими красными вкраплениями, кстати, оп! Опа! Мне нравится, как вы бьете яйца, как вы его так украшаете. Это вообще, да? Яйца вот такое. Но самое главное, что я все равно сюда лимон положу. Хорошо. Потому что, может, северный народ лимон сюда не ложил, но я хочу... Кедровые орешки, смотри. Кедровые орешки, смотри. Сверху, сверху, сверху еще, да, да, да. Это очень вкусно будет. А я вот так еще сделаю. Вот так, смотрите. Вот это очень. Конечно. Для чего мы здесь есть-то? Шеф, шеф, шеф. Повара должны что-нибудь придумывать. Если вы еще предложите мне перец, я упаду в упор. Перец есть, в оморок не падайте, потому что сейчас очень трудно. Так, а хотя у нас есть чай-чебрецом, так что вы в оморок не упадете. Так что смотрите. Красиво. Где мой нож? Опа. О, очень красиво. О, велисимо. Так, что мы делаем, Надежда? Вообще нужно жабры удалить и голову сюда, чтобы был бульон, но мы этого делать не будем. Да, давайте. А хвост я обязательно бульон положу. Что такое красоту? Хотя можно вот этим хвостом, смотрите, сейчас очень модно, да, вот так. Давайте. А, кстати, да. По-модному. Очень, очень. Красота вообще. Надежда, вы разрешаете это блюдо отправить в морозильник? Разрешаю. Разрешаете. Я побегу до морозильника. Для приготовления строганины вам потребуется сик свежемороженый, лимон, брусника и кедровые орехи. Не прошло и три секунды, я уже здесь. Хорошо. Так, Надежда. Да. Мы рыбку приготовили, да? Да. И теперь мы из него будем делать. Кстати, очень-очень удобно замороженную рыбу, да? Да, очистить. Почистить. И смело можно вот это все выбросить. Это можно выбросить. Мы это все выбрасываем. Голову убираем? Убираем. Все, голова тоже нам не нужна. И эту красную штучку тоже надо убирать оттуда. Да, эту красную штучку тоже убираем. Так, мне надо блюдечко и чуть-чуть масла. Без проблем. Масло какое вам? Оливковое. Простое, растительное, советское. Советское. Нет советского. Есть российское. Ну, хорошо. Хорошо. Я нашел вам российский масло. Блюдечко для чего? Я вам один секрет покажу. Секрет будет, да? Да, секрет. Люблю секреты. Потому что, ну, сколько можно, чтобы я постоянно секретами делился? А, я догадываюсь. Да. Я понял. Если не ошибаюсь, вы будете... Ладно, молчу. Это делается вот так. Где там шарик? Нет, не шарик. Просто так. Просто штучки маленькие. Вот такие. Вот так вот. Очень приятно, когда вы, Надежда, поделились таким секретом. Вот смотрите. Ручки маслом. И буквально они не прилипают на руки. Так, уже можно, в принципе, да, это можно сразу спускать туда. Вы думаете? Да. Ну, а у нас вода так-то кипяченая. А может, я поперчу и посолю? Или не принято у вас? Нет, в конце. В конце? В конце. В конце, потому что, чтобы рыбий сок, он, бульон, как оставался в рыбе. Если мы посолим, то рыба, она станет сухая. А я хотела спросить, вы давно здесь бурите, живете? Да, давно. 25 лет уже. Я просто мимо проходила, вы пели под носом песенку, очень такую знаменитую, в бурятии, Тонтаню тогда. А я уже готовился, потому что ко мне приходит гость. А давайте споем эту песенку. Знаете, я... Давайте. Я бы с удовольствием всю полностью спел, но я знаю только припев, понимаете? Давайте с припева сразу. Ну, давайте. Давайте. Ой, получится у нас дуэт или не получится? Давайте. Оцените вы. Оцените вы. Ду-те-хан, су-те-хан, тон-то-ню-так, зур-хене-мэ-хин, зур-дене-мэ-хин, ду-лим-буря-дем тон-то-ню-так. Так. Вы мальтина. Все, это можно убирать. Надежда, я делал это со всей душой, так что вы не сильно ругайте меня, если что-то не так. Но я старался. Я вообще люблю бурятский народ и очень ценю этого народа, потому что я живу здесь, во-первых. Хотелось бы, конечно, изучать этот язык за 25 лет, хотя можно было это изучать, но я знаю, я понимаю этот язык, когда говорят, да, местные. Но я не могу это все выговаривать. Для меня это трудно. И не было такого счастья, возможности, чтобы со мной работал именно истинный такой бурят, который знает свой язык. Я в основном. Вы мне научите. Все. Я эвенкика, который знает бурятский язык. О, видите, а вы эвенкистский тоже знаете? Обязательно. Это язык моей матери, это мой родной язык, который вообще человек должен знать свой родной язык. Конечно, чем больше языков вы знаете, тем вы богаче и богаче и богаче. Что ищем? Ложку, пожалуйста, смотрите. Ложку. Просто запах должен идти там. Запах. И еще я вот последний вид там штрих должна сделать. Я вот приготовила тоже еще один маленький сюрприз для вас. Соль. Соль, соль. Соль, соль. Давайте, мы любим сюрпризики. Так, вы пока солите, я сюрприз уже буду готовить. Смотрите, я отвернусь от вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я чувствую, что-то будет. Так, я хочу вот эту пену убрать, пока Надежда отвернулась, потому что все-таки в кулинарии я не допущу, чтобы была пена вот эта. Обязательно надо, я забыла просто. Да. Ничего-ничего, готовьтесь, готовьтесь. Я не смотрю на вас, но я чувствую, что-то будет сейчас, да? Так. Так, смотрите, какой прозрачный бульон. Смотрите на меня. О, красота какая! Вы прямо эвенкийская принцесса. Да, это национальный головной убор эвенкийский, называется дырбыки. Это ручная работа. Это ручная работа, это бисер, это трясение. И тоже. Я, кстати, сразу заметил, что у вас все ручная работа. Это делают наши мастера эвенкийские, которые сохраняют традиции все. И вот это, ну, красота. Как приятно, как приятно. И вам так идет, вот честно, вот правда идет. Спасибо. Что вы хотите сказать, что без этого вот не получится? Без этого никак уха, по-тунгусски никак не получится. Если она без этого, она будет уже уха, простая уха. А была бы лучше еще, еще там какая-то мелодия такая, там, бубен там, барабан. О, у меня еще один сюрприз для этого. Так что, смотрите. Мне нравится, он с вами готовится. Честно говоря, давайте я буду венчиком. Венчиком. Я здесь, вы просто зовите. Так, 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 вы молодец. Да, получается у нас вот это все, посмотрите. Все. Классно. Вот, вы знаете, вот, как говорится, век живи, век учись, вот, пожалуйста. Так, все, да? И чтобы она отошла. Ага. О, это национальный инструмент. Это национальный инструмент, который называется кардавун, по-венкийски. Карда. Кардавун. Кардавун. Это у алтайской семьи, у народности, она очень, как, является народным инструментом. Называет хамус. Хамус. Называет губная скрипка. Ну, давайте. Я уже хотел ритуал, уже вокруг этой победы. Ну, если вы хотите побегать, можете побегать. Спасибо вам, что вы есть, понимаете, вы мою программу сделали, ну, очень, очень, очень веселым и очень позитивным. Я думаю, что наши телезрители тоже сейчас и смеются, и радуются, и слушают ваши композиции, то, что вы дарите. Посмотрите, вы поиграли, да, и он даже не кипит. Все он ожил. Он ожил, наоборот. Он внутри, он живет. Снаружи уже все. Внутри живет своей жизнью. Ребята, это что-то. Так что можно уже все отключать, чтобы рыба не развалилась. Для приготовления ухи по-тунгусски вам потребуется сик, яйца куриные, мука и дикий полевой лук. Теперь, теперь наши блюда завершены. Правильно? Да. Вот, за таким стаканчиком чабрецом чай с можжевельником и чабрецом стоит сказать вам большое спасибо, что вы пришли в нашу передачу и поделились такими замечательными рецептами. Никогда в жизни не забуду этот день. Мне очень понравилось с вами и петь, и слушать вашу волшебную музыку, и приготовить с вами вместе на этой кухне прекрасные блюда. На этой ноте я хотел бы попрощаться с вами. Спасибо вам большое, что вы есть. Да здравствует малочисленный народ северных эвенков и сайотов и всех 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 республики Бурятия. Ну, уважаемые телезрители, на мой взгляд, наши блюда все получились замечательные, яркие, красивые блюда. А теперь, внимание, вопрос. Какую рыбу мы употребляли в строганину? Отправьте смс-сообщение на номер, который вы видите на вашем экране. Первые три человека, кто отправит быстрее всех смс-сообщение, получит от нашего компании LR замечательные подарки. Компания LR – это низкокалорийное разнообразное питание. Ну, а теперь давайте посмотрим предыдущих победителей нашей викторины. Уважаемые телезрители, на этой ноте хочу вам сказать приятного аппетита и я ваш Ервант Борисович. Абсолют Магазин Склад по улице Сахьяновой, 9В. Молоко концентрированное 6,8%, 26,20. Килька Балтийская 13,90. Сельдь натуральная с добавлением масла всего 20,60. Абсолют Магазин Склад. Все по оптовым ценам. Мы проехали миллионы километров. Познакомились с миллионами людей. Создали миллионы нот. Передали энергию миллионам людей. Делились радостью миллионы раз. Написали миллионы истории успеха. Получили миллионы благодарностей и завоевали миллионы сердец. К нам ведут миллионы дорог, и мы всегда рады вам. Посетите нас. LR Health & Beauty. More quality for your life. Если потолок, то только натяжной. Если натяжной потолок, то только линия неба. Завод натяжных потолков «Линия неба». 4 года безупречной работы. Телефон 307-307. Субтитры подогнал «Симон»!